всем привет всем доброго времени суток кто во сколько будет это эту запись смотреть меня зовут алексей вот и сегодня я хотел бы поднять такую тему как писанина в личку игроку оскорбление в адрес неважно статист он средний игрок либо рак полный у меня один вопрос для чего вы это делаете товарищи игроки что вы хотите этим добиться но играет человек допустим но скажем так раз в неделю чисто от души так выйти пару раз стрельнуть пофанится и уйти как бы закрыть клиент заниматься дальше своими повседневными делами потому что большинство и ему неважно статистика его урон который он набит набил или там какие-то лбз либо какие-то статистики какие-то конкурсы циферки вот эти вот которые которым сейчас все стремятся по факту которые держатся там за свою фиолетовую статистику либо бирюзовую которые там пытаются в бою что-то сделать как бы я не против я никогда за время за все время своей игры вот если меня не оскорбляют я никогда в ответ никого не оскорбляю не пишу ему в личку что ты такой-то нехороший человек за руине умникатку вот со своей со своей позиции я хотел бы понять логику вашу люди люди очнитесь вы играете в эту игру вы держитесь за эту статистику господи да вы от того что вы держите за эту статистику у вас какие-то цели перед поставлены перед перед вами чтобы там даст и достичь определенных цифр достичь определенных позиций в рейтинге там варгейминга окей я не против держитесь старайтесь тащите вам никто и слова как бы не говорит но для чего вы начинаете хай тех людей которые по факту за среднем за месяц за 30 дней заходят в игру 2-3 раза которые играют просто ради удовольствия для чего вы это делаете не понимаю что вы этим хотите добиться вы слива изливаете свой негатив на человека вы считаете что вы поступили правильно но с другой стороны если разобраться более детально вы в первую очередь должны думать о своих ошибках они о том что какой-то неумелый игрок который не понимает вообще как надо отыгрывать на том или ином фланге на том или ином танке он просто вышел нажал кнопку убой и пошел играть он нацелился на танк не выцеливая ему какую-то там нижнюю деталь танка либо лючок на башню с разбросом 06 на своей стоковой пушкина кв2 он не он не выцеливает он на силуэт навелся бахнул и все ему нормально пробил хорошо не пробил да и ладно вы пишите ему в личку там какой он от рода христа и кто его родственники в пятом поколении товарищи игроки не надо так делать это блин это не выставляет вас настолько сильными имбовыми игроками в плане тактик там стратегии вы должны доказывать это не вписание в личку игроку который по той или иной причине не смог проявить как вы считаете нужные характеристики игрока для того чтобы выиграть катку вы должны наоборот помочь этому человеку да я не спорю в большинстве случаев игроков нельзя пригласить во взвод у них стоит галочка в настройках игры что во взвод приглашать нельзя я тоже у меня тоже стоит галочка но я не принял не принимаю взвод не по той простой причине что не хочу взводом а по той простой причине что бывают кидают приглос его взвод настолько неадекватные игроки что ты как бы приглос принимаешь и он начинает тебя поносить начиная от а и заканчивая я всеми литературными словами в плане не цензурной брони у меня была была одна ситуация карта перевал верхний резк по моему мид левел 5 6 7 я на тот момент наиграл 15 16 тысяч боев играл как бы я не регулярно играл я довольно редко я в принципе на тот момент не буду сказать так сказать скрывать я на тот момент не очень хорошо понимал все тактико-технические характеристики всех танков не понимал как отыгрывать на большинстве машин в принципе не знал позиции не знал как пробивать и куда пробивать определенные машины выше уровнем вот я просто как бы ну человек кинул мне приглос во взвод я принял и он давай меня рассказывать в каком я ракурсе был неправильный как я стоял что я делал и это причем при том что бой только начался а человек меня уже начинает то есть есть категория людей которым просто по кайфу кинуть приглос во взвод человек принимает в надежде на то что там поиграют взводом пофанятся так сказать попробует катку затащить или еще что-то но тут получается ситуация ровно наоборот человек принимает взвод и один другого начинает почем зря хуесосить люди очнитесь 21 век на дворе вы играете в компьютерную игрушку сидя у себя дома на диване или в кресле за компьютерным столом или лежа просто на диване играя на ноутбуке с мышкой перестаньте быть настолько негативными почему вы целенаправленно пытаетесь согнать свою злость свой негатив на персонажа с той стороны сети хотя вы даже не знаете кто сидит там старик ребенок который только скачал клиент и решил попробовать свои силы не надо так делать прежде чем начать человека оскорблять и пока указывать на его ошибки вы прежде всего про вернитесь назад в начало катки и проанализируйте ситуацию какой в какой мере у вас есть большая часть процента выигрыша и за счет чего этот выигрыш может быть сделан либо как вам отыграть так чтобы максимальный проигрыш по сетапу отодвинуть наименьшую сторону чтобы вытащить катку да я не спорю без скажем так согласование без коммуникации с игроками вы никогда ничего не сделаете потому что по факту по факту эта игра один против двадцати девяти это понимают все статисты киберкотлеты вы возьмите любого человека который настолько сильно хорошо играет в эту игру даже они приходят к мнению о том что один в поле не воин почему в большинстве случаев я делал так сказать ну как делал делал принципе замечания как бы плане блогеров которые стримят танки очень редко встретишь человека который в танке играет один тем более на результат очень редко большинстве случаев танковые блогеры играют командой минимум два человек во взводе чтобы можно было хотя бы как-то с помощью коммуникации связи либо там они большинстве случаев общаются по тимспику либо по дискорду неважно они пытаются вытаскивать сливные катки да они настреливают они молодцы я не спорю как бы им респект но они по крайней мере они шарят эту игру они знают вдоль и поперек они меня играют в год по 300 дней к ряду 65 только отдыхают потому что после 300 после 300 дней игры извините меня даже самый мощный компьютер закипит не говоря уже о человеческом мозге а тут человек пришел с работы решил расслабиться неважно с пивом он или это ребенок после уроков решил зайти в танчики погонять вы начинаете писать такую ахинею в личку что просто хватаешься за голову я не понимаю люди что с вами вообще происходит как вы как вот вы как бы подобрать такую мысль оскорбляя человека в принципе не зная человека не не видя кто сидит на том конце сети как молодой среднего возраста пожилой человек вы в первую очередь унижаетесь сами вы себя унижаете тем самым потому что вы получается принижаете свое собственное достоинство оскорбляя человека который в принципе даже если бы он играл чуть более менее понимая всю физику игры чуть лучше он бы в принципе не смог бы вам помочь поэтому у меня большая просьба к адекватным людям поделитесь этим видео со своими друзьями товарищем пусть они дальше раскидают у остановить это хамство что это за бред почему я по факту это в этой игре за все ее 10 лет никто никогда никому ничем не был обязан тот же сам если взять по раскладу одного боя к примеру 1лт у нас сейчас 15 возьмем стандартный бой 15 на 15 у нас 1лт 4 ст 5т 1 артовод это как стандарт и остальное пт если я вот замечал не раз в таком сетапе если у меня стоит xvm и как бы я вижу что к примеру если вот и вот начиная от зеленого и выше по статистике в n8 он едет посветит потом тупо пишет в чат идите вы лесом люди я вам светить не буду потому что смысл от того что я свечу вы не стреляете а остальные игроки они средние начиная от желтого заканчивая красным сетапе в твоей команде и как бы видя такой сетап ты уже изначально понимаешь что тут уже 50 на 50 смотришь на сетап противника по технике у кого-то техника тяжелее а у тебя а у вас команде она легче либо слабее либо картон с барабаном а у противника тяжелого бронированная техника которая может за счет массы брони альфы продавить и пока картон перезаряден там не выиграешь либо же наоборот у команды противников такая команда и как бы ему начинают писать типа вот лт лох чмо стоит в кустах не светит либо блин поехал сдох ребята в этой игре никто никому никогда ничем ничем не был не будет никогда никому ничем обязан я играю на лт я первичный засвет дал дал позиции просветил просветил и и все дальше уже ребята если вы торопитесь на стрелять торопитесь показать что вы такие не вебаться крутые игроки так езжайте стреляйте светите блюдо а то вы блин как я большинстве случаев замечал у чувака 50 плюс процент побед вот у меня 47 до я не статист не киберкатлета и обычный средний блок можно можно сказать даже где-то и рак я этого не отрицаю и этого не кичусь мне плевать по большому счету но в плане игры в плане игры я стараюсь отыгрывать по возможности на максимум и как бы мне в большинстве случаев в таких ситуациях пишут в личку ты такой-то такой-то ты отыграл как полное днище там ты не умеешь играть удали игру и вот в таком маршруте скажем так таком же направлении там от а до я а в послебоевой статистике у меня к примеру две с половиной три тысячи урона набитого а у чего у человека у которого 50 плюс и выше у него тысячи либо и того меньше вот возникает резонный вопрос кто из нас рак по факту человек типа 50 плюс процентов лезет на рожон считая что он все знает все умеет и все понимает насасывает полный рот щей в течение первых двух минут и потом сидит в чате во время боя все хуесосит что блять все виноваты блять а он один такой золотой не ребят эта игра так не работает но вас никогда никто не будет играть поначалу это была скажем так командная игра и играли тогда первые пять лет командой тогда все изучали ее механику как играть на том или ином танке там какие направления надо как отыгрывать тогда и гайдов было больше по обучению в принципе тогда и команды были тогда и киберспорт был блин в танках блин и все сейчас в большинстве своем игра скатилась до той степени что всем плевать на статистику на эти цифры тем более сейчас появилась уже какой сезон блин реферальная программа варгейминг дал возможность прокачивать проходить рефералку получать премы большая часть игроков начала новые аккаунты делать они новые аккаунты сделали рефералку прошли потом начинают эти аккаунты дальше качать у них там статка хорошая конечно потому что на основе у них 43-45 а так как они уже поднять не в силах где уже боёв 30 тысяч плюс они идут на новый аккаунт понимая уже на тот момент осознавая как нужно играть кого куда пробивать и на какой позиции ты лучше можешь настрелять здесь уже идет акцент не на то чтобы затащить а просто настрелять за счет этого они соответственно и держат среднюю статистику 50 плюс точнее от 48 до 52 потому что выше у них не хватает мозгов удерживать либо подымать в большинстве в большинстве своем в большинстве своем я заметил что у большинства людей у игроков кто играет в эту игру выдержки нет вот если обратить внимание на таких известных лиц как страйк нир ю стан лог шотник эти игроки из левша тот же юр сан юр саныч про танки потом амвей вот вся вот эта вот элита танковая киберспортивная и не очень они никогда особенно не торопятся за джова я молчу вообще этот человек он сколько я его за ним наблюдаю он постоянно ему надо он привык играть на тяжелой бронированной технике на картоне он отыгрывает играет довольно слабо и он не любит он сам об этом говорит что он не любит играть на картонной машине он привык играть на первой линии то есть для него тяжи это вот его стихия он на тяжах разносит кабину в щепки при конечно адекватной поддержке опять же делаю акцент на то что нужна адекватная поддержка в игре во время боя если у тебя нету совзводного адекватного то вытащить катку либо набить нужное количество урона для того чтобы сделать лбз ты не сможешь и сейчас вот вот это вот начал я конечно тему за то что игрокам уличку пишут всякое говно да я не спорю писать и дальше будут это ж в принципе ничего сложного так господи вы вы прежде чем судить человека по его игре вы на себя посмотрите вы посчитаете свои ошибки во время боя где вы просчитались как вам надо было отыграть а потом уже идите и хуесосите всю команду которая не зная в большинстве случаев не зная физики игры как отыгрывать и во второй уже степени статистики в принципе игрока который заходит раз в неделю чисто расслабиться после рабочей недели на заводе где-нибудь так что огромная просьба ребят не надо не надо никого хуесосить в личку либо в чате во время игры вы принижаете себя и свое достоинство будьте умнее будьте добрее если вы хотите показать свое умение свой скил вы сделаете так чтобы человек понял как играть возьмите его во взвод если вы настолько уверены в своих силах пригласите игрока во взвод покажите ему объясните есть тренировочные комнаты есть для того чтобы обучить игрока как играть есть масса способов так возьмите позовите игрока и научите его сейчас от варгейминга много фишек которые при создании аккаунта у тебя идет курс молодого бойца но хочу заметить что этот курс молодого бойца новички проходят они его даже не не запоминают они не понимают они обучение прошли вышли в рандом и все они потерялись они не знают что им делать они видят в 400 метрах танк который на уровне выше они уже не понимают как его куда пробивать люди годами играют по 10-15 тысяч боев за год накатывают и то они не понимают этого у меня 30 тысяч плюс боев и то я начал понимать физику танков как и куда их пробивать только после 25-ти тысячной катки я уже чуть более начал разбираться в игре но и то я же еще раз хочу сказать про то что я не стремлюсь к фиолетовой статистике мне она не нужна если вам платят за циферки красивые или вы хотите к старости там чтоб при старости вам памятник поставили за то что вы всю жизнь отдали танкам и у вас ВН-8 20 тысяч плюс пожалуйста но запомните одно золотое правило во время боя в одной катке вам не один игрок ничего не должен и должен не будет независимо от того что это якобы в кавычках командная игра вот на этом у меня все если кто-то со мной не согласен или у кого-то есть свои свое мнение по поводу того что я сейчас сказал пишите в комментариях я почитаю но большинстве своем я думаю что меня многие поддержат потому что ну реально достало такое хамское отношение в свой адрес что я настрелял в два раза больше чем условно он и он мне пишет что я говно а он хороший так ты обосну и в чем ты хороший в том что ты поехал в первые три минуты отсосал а я не поехал за тобой остался позади и тебя просто разменял так извини меня дорогой мой друг если у тебя в мозгах солома почему я должен свой зад подставлять для того чтоб меня вместе с тобой уебали так это не работает так что рассчитывайте только сами на себя в этой игре ну и по скрипту так сказать уважаемые зрители кто будет смотреть это видео никого не хотел не оскорбить не обидеть не унизить просто хотел довести свою мысль которая ну извините за последние четыре года которые я играю в эту игру просто накипела просто накипела поэтому прошу прощения если кого-то задел за какие-то там чувства вот пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу вот мне будет интересно почитать и в принципе можете написать с какими вы сталкивались ситуации на полях World of Tanks опять же с уважением Алексей поиски после